Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале JasonDog. В этом видеоролике я покажу вам, как отключить экранную блокировку без потери данных на смартфоне Redmi Note 7. Маленькая просьба. Прежде чем задать вопрос, прочитайте описание к данному видео. Список поддерживаемых моделей есть в описании к видео. Нет никакого желания сто раз отвечать на одни и те же вопросы. Итак, приступим. Небольшая предыстория. Хозяин смартфона погиб. Родные хотят отвлечь из смартфона хоть какие-то фотографии. Обходить блокировку будем с помощью платной программы Octopus FRP Tool. Выключаем смартфон. Снимаем заднюю крышку. Я снял крышку за кадром. Нужно подключить USB кабель. Сначала только к выключенному смартфону. Второй конец кабеля подносим к USB порту компьютера. Но пока не подключаем. Пинцетом нужно замкнуть специальные контакты на материнской плате. Их еще называют тестпоинт. Подключаем кабель к компьютеру и убираем пинцет. Если драйверы установлены корректно, то в диспетчере устройств появится новое устройство с названием Qualcomm HighSpeed USB QD Loader 9008. Запускаем платную программу Octopus FRP Tool. В первом выпадающем списке выбираем бренд Xiaomi. Во втором списке выбираем нужную нам модель. Кликаем по кнопке Disable Screen Lock. Нужно немного подождать. Процесс занимает около минуты. Если все прошло успешно, то в конце лога будет написано Disable Screen Lock is successfully performed. Отключаем смартфон от компьютера и запускаем. Данный способ не идеален. Нельзя просто взять и полноценно пользоваться этим смартфоном. Все-таки программисты Google и Xiaomi не зря получают свою зарплату. Есть ряд ограничений, мешающих использовать данный аппарат. Скопировать информацию из этого смартфона оказалось сложнее, чем отключить экранный пароль. Обо всем подробно и по порядку. Первая проблема заключается в том, что не работают экранные кнопки для навигации. Жесты тоже не работают. Запустив любое приложение, вы не сможете вернуться на рабочий стол. Шторка быстрых настроек и уведомлений тоже не работает. Только перезагрузка помогает свернуть все окна. Если подключить смартфон к компьютеру, то не появляется меню выбора режима работы с кабелем. По умолчанию все современные смартфоны только заряжаются. Режим передачи данных нужно включать вручную, а это меню не появляется. Еще одна проблема, с которой я столкнулся, это то, что в диспетчере файлов не отображается карта памяти. Это тоже часть защиты смартфона. Я пытался скопировать папки, но так и не нашел карту памяти как целевое устройство. Если честно, я очень расстроился и думал, что у меня ничего не получится. В итоге я посоветовался с одним опытным мастером. Он посоветовал мне попробовать передать файлы через приложение Xiaomi. Для удобства навигации по имени у смартфона я использовал OTG-кабель и компьютерную мышь. Нужно зайти в настройки смартфона, найти пункт «Приложение». Затем пункт «Разрешение» – «Разрешение для приложений». Затем нужно включить все разрешения для приложения Xiaomi. Заходим в раздел «Камера» и видим, что у приложения уже есть доступ к настройкам камеры. Возвращаемся назад, кликаем по разделу «Контакты» и даем разрешение для Xiaomi. Еще раз возвращаемся назад, раздел «Местоположение» и тоже даем доступ. Кликаем правой кнопкой мыши и возвращаемся на рабочий стол. Находим приложение Xiaomi и запускаем его. К сожалению, у меня не было третьего смартфона, чтобы заснять процесс передачи данных. Я буду использовать фрагмент из своего ролика про приложение Xiaomi. Вам понадобится еще один Android смартфон, на который нужно установить приложение Xiaomi. На старом смартфоне нужно нажать кнопку «Отправить». На другом смартфоне нужно нажать кнопку «Получить». Даем приложению все разрешения. На экране нового смартфона должен появиться вот такой QR-код. На старом смартфоне выбираем нужные фото и видео файлы и нажимаем «Отправить». Камерой старого телефона нужно отсканировать QR-код на новом телефоне. В описании к данному ролику будет ссылка на видео по использованию данного приложения. Чтобы передать контакты со старого смартфона, нажмите кнопку «Отправить еще». Выберите значок в виде папки. Нажмите «Разрешить». Пролистайте немножко левее. Выберите пункт «Контакты». Выделите нужные контакты. После того, как вы отметили нужные контакты, нажмите кнопку «Отправить». Чтобы эти контакты появились в новом телефоне, на экране нового телефона надо нажать кнопку «Импорт». Это все, что я хотел рассказать вам в данном видео. Если вам понравился данный ролик, возможно понравятся другие ролики на моем канале. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Задавайте вопросы в комментариях. Всем удачных ремонтов. До встречи в новых видео. Продолжение следует...